Культурно-досуговый центр в здании бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске откроют осенью 2023 года. Губернатор Игорь Кобзев осмотрел помещение. Реконструкцию здесь планируют провести в ближайший год. Здание 1937 года постройки является объектом культурного наследия. По словам главы региона, долгое время оно находилось в частной собственности. Сейчас провели выкуп и проходят конкурсные процедуры. До 1 октября 2023 года муниципальный культурно-досуговый центр должны ввести в эксплуатацию. Губернатор подчеркнул, что при проведении работ будут вести общественный контроль. Во время реконструкции отремонтируют фасад здания, представляющий историческую ценность. Восстановят утраченные композиционные скульптуры. В здании будет книгохранилище, картинная галерея, библиотека и концертные и спортивные залы. Если будет использоваться площадка для проведения областных, федеральных мероприятий, мы считаем, что это тоже важно, необходимо, потому что надо его и поддерживать, и самое главное, он должен работать в интересах жителей. Жители Подунского района Братска бьют тревогу из-за неопознанных стоков на берегу водохранилища. Ручей стремительно бежит в сторону залива. По словам жителей, войти в воду нельзя, потому что отталкивает запах канализации. Любители рыбалки и прогулок обнаружили его в прошлом году. Зимой и весной потоки прекратились, но сейчас ситуация повторяется. Место популярно среди местных жителей. Глубина небольшая, берег пологий. Часто сюда приходят и рыбаки, но теперь не каждый рискнет ловить тут рыбу. Видеоместо, где дурно пахнет, отправили в природоохранную прокуратуру. В Комитете по управлению Подунским районом сообщили, что источник ручья находится в десятках метров от берега, на территории автомоек. Там установлены септики, но они не справляются с производственным потоком. Вода хлещет из ближайшего колодца. Проблему обещают решить в течение ближайшей недели. В Золаринском районе инспекторы ДПС задержали подозреваемого в двойном угоне. В полицию обратился мужчина с заявлением, что кто-то из гаража его дома угнал автомобиль Toyota Corolla, а позже перевернул его на обочине. На место происшествия отправили следственно-оперативную группу. Неподалеку от места аварии полицейские заметили подозрительный автомобиль. Он ехал с открытым багажником и плохо закрепленным госномером. При этом водитель, заметив полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться. Вскоре автомобиль свернул с дороги и продолжил движение по полю, а затем наехал на лежащее дерево и оказался заблокирован. Водителя задержали. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, а водительское удостоверение отсутствовало. За ночь он угнал две иномарки из гаражей. Возбудили уголовное дело по статье «Угон». В Ангарске сотрудники ГИБДД и юные инспекторы движения посетили пункты проката самокатов и школы. Велосипеды, электросамокаты и гироскутеры – транспорт, которым можно управлять без водительского удостоверения. Хотя соблюдение правил дорожного движения и внимательность здесь важны не меньше, чем при вождении автомобиля. Не стоит забывать и о защитной экипировке. Об этом напоминают юные инспекторы движения. Они раздали информационные листовки. Профилактические беседы провели и с автолюбителями. Им напомнили, что нельзя садиться за руль в нетрезвом виде. Ребята у нас из отряда юных инспекторов движения. Они регулярно участвуют в различных профилактических мероприятиях. И вот сегодня они напоминают нашим водителям и, в принципе, всем участникам дорожного движения, что наши каникулы начинаются, и дети хотят провести их безопасно. Иркутская область присоединилась к акции «Сад памяти». В ней принимают участие 77 школ при Байкалье. Цель – увековечить память героев Великой Отечественной войны высадкой аллей деревьев. Организаторами стали движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Одними из первых деревья высадили школьники из Усолья. Принимали участие кадеты, добровольцы, выпускники школ и ветераны боевых действий. Общими усилиями посадили четыре рябины и калины. Теперь они будут расти у кванториума «Сибирь». Всего в этом году по стране высадят 27 миллионов деревьев. В Нижнеудинске прошли состязания по троеборью среди студентов средних профессиональных училищ западной части региона. Традиционно в них приняли участие представители Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта, профессионального училища номер 48 и Нижнеудинского медицинского училища. Эти состязания, цель которых выявить самую быструю, сильную и выносливую команду, проходят уже давно. Они – часть областной спартакиады. Призеры будут представлять западную часть региона на областных состязаниях по троеборью. Они также пройдут в Нижнеудинске 27 мая. Задание – 100 метровка для всех, 1500 метров соответственно для парней и девушек и подтягивания или пресс. Среди участников команда железнодорожников – самые титулованные. Они регулярно получают призы и хорошо показали себя и в этот раз.